Как Жузе Мауринио просто-напросто испарился с пресс-конференцией. Двойной удар через себя, коллективный разум Месси и Диего Година, а также как выглядит самое синхронное празднование гола. В этом видео мы поговорим о невероятных моментах, когда ничем не примечательный эпизод становится шедевром на века и кажется, будто все это какой-то монтаж. Друзья, в этом ролике мы поговорим о случаях идеального тайминга в футболе. Чемпион мира Папу Гомес дисквалифицирован на два года, а также лишен титула чемпиона мира и Лиги Европы. Харри Магуайр может перебраться в Милан, Неймар получил ужасную травму и вылетел на 9 месяцев, а Мауринио может снова возглавить Реал. Следить за всеми новостями можно в моем телеграм-канале «Жизнь.Футбол». Хотите узнать расписание сегодняшних матчей, а также результаты всех игр, тогда переходите во второй канал. А если хотите посмеяться, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, будьте в курсе всего в мире футбола, очень жду всех там. Ну а теперь желаю приятного просмотра. И стартуем с Жозе Мауринио, который продемонстрировал нам фокус с исчезновением. Во время пресс-конференции Жозе попил водички. Затем в объективе камеры появился человек, но уже спустя полсекунды Мауринио не было на месте, и он будто испарился. Двигаемся к пенальти в исполнении Дортмундской Баруси. Эмре Джан принялся исполнять 11-метровый. Но Юлиан Брандт будто вселился в тело Джана и стал управлять им. Взгляните на действия обоих игроков. Выглядит невероятно. Эмре в конечном итоге реализовал удар, ну а этот эпизод стал популярным именно благодаря действиям Брандта. Самое синхронное празднование продемонстрировали игроки МЮ. Уэйн Руни и Люк Шоу после гола своей команды одновременно двинули корпусом, а также синхронно двинули правой рукой, и с общей картинки все выглядело максимально забавно. А как вам идеальная симуляция? Идеальная в плане того, что оба героя этого эпизода поняли, что надо посадить оппонента на желтую карточку, и после битвы взглядов одновременно рухнули на газон, причем еще и оба схватились за лоб от, по всей видимости, нестерпимой боли. Смотря на арбитра, который не сдерживал улыбку, он тоже не поверил в актерскую игру наших симулянтов. Ну а этот парень и вовсе движением руки сумел выключить свет на стадионе. А это, пожалуй, самый легендарный момент в истории футбола. Забив гол ворота сборной Ганны, Криштиану побежал его праздновать, и в момент, когда Криш выполнил свой фирменный прыжок в объективы телекамер, попало лицо Лео Месси, точнее плакат с изображением Лео. Даже на видеоповторах это выглядело эпично, хотя не все обратили на это внимание, но еще эпичнее это смотрелось на фото. После Игорь Криштиану даже показали эту фотографию и попросили сказать несколько слов касательно такого совпадения. «Уже видел это фото. Действительно хорошая фотография», – сказал Роналду, усмехаясь в эфире. А это уже что-то в стиле Жузе Мауриньо, но наоборот. Когда Неймар заработал штрафной удар, исполнить его намеревался Эдин Санковани. Но Дани Алвес ни в какую не хотел отдавать мяч Уругвайцу, чтобы его исполнил его соотечественник. В объективы камер попала спина игрока ПСЖ, а через мгновение между Кавани и Алвесом внезапно появился Неймар, который все-таки забрал мяч в руки. Еще один эпизод с идеальной синхронизацией можно было увидеть в игре Брюгге и Манчестер Сити. Клинтон Мата и Рахим Стерлинг упали на газон после единоборства, а затем продемонстрировали настоящие чудеса, поскольку все дальнейшие действия они делали настолько синхронно, что зрителям могло показаться, будто у них двоицы в глазах. А вот еще один прекрасный пример с участием билбордов. Так что следите за ними. Лео Месси предстояло выполнить штрафной удар. Аргентинец разбежался и словно рукой положил мяч в ворота соперника, отметившись прекрасным голом со штрафного. Следили за рекламными щитами. В тот момент, когда Лионель только-только коснулся мяча на билбордах, появилась надпись «ГОАТ». И думаю, все знают, что расшифровывается это как величайший всех времен или же лучший из лучших. Пожалуй, это был самый легендарный штрафной в карьере аргентинца. В 2016 году интересный эпизод случился в матче Лестера и Халл-Сити. После подачи углового игрок Хала сумел головой пробить поворотом. Вратарь парировал его удар, и на подборе оказались два футболиста-хозяев. Оба игрока поняли, что в такой ситуации нужно бить ножницами. После чего сложились и пробили, отправив мяч в сетку ворот. Все вышло настолько синхронно, что даже на повторе непонятно, кто же из футболистов все же последним коснулся мяча. На различных сайтах до сих пор фигурирует имя то Диаманде, то Эрнандеса. Но самое главное, что гол получился действительно красивым и редким, а также он помог Халлу одержать победу в поединке. Забавный эпизод прямиком с матча Тоттенхэма и Ливерпуля. Экс-тренер Шпор Тим Шервуд во время прямой трансляции начал свою речь. О, это очередной угловой Ливерпуля. Тоттенхэм доминирует в воздухе, и им не стоит беспокоиться, что кто-то сможет переиграть их на втором этаже и забить гол. И в эту же секунду, прямо во время речи Шервуда, Бобби Фермино сбивает гол Тоттенхэму головой. Тим не мог поверить в это, а в студии знатно посмеялись над этим предсказателем. Кстати, вот еще один забавный эпизод с Шервудом, прямо в стиле Жозе Мауринью. В моменте он стоит в тоннеле, а через секунду его уже нет. А вот тренеры Ливерпуля явно какие-то маги и волшебники. Вот, к примеру, Юрген Клоп одним своим движением руки заставил исчезнуть табло, которое маячило перед глазами телезрителей. Но Юрген не сравнится с экс-коучем мерсесайцев Рафаэлем Бенитесом. Вы только взгляните, как Рафа движением ладони выдвинул табло с указанием своей фамилии и занимаемой должности. Похоже, испанец решил показать свою портфолио всем телезрителям. Забавно, но нечто похожее испанский тренер делал, будучи тренером Нью-Касла. Хоть выглядело это не так эпично, как в предыдущем эпизоде, но все же, как он это делает? Ну, а эти сотрудники медперсонала мало того, что выполняли синхронно все движения, так они еще и выглядят как братья-близнецы. У Лео Месси и Диего Година похожи коллективный разум. Ведь как еще можно объяснить то, что аргентинец и уругвайец сделали одинаковые движения, да еще настолько синхронно? Да не одно движение, а целый ряд приемов. Но, возможно, после стольких лет игры против Месси в Ла Лиге, Диего пришлось полностью изучить поведение Лео во всех аспектах. Ну и как же без легендарного штрафного Дэвида Бекхэма и Райана Гигза? Великие футболисты, видимо, не до конца разобрались, кто будет исполнять стандарт. И в итоге выдали один из самых эпичных штрафных ударов, одновременно коснувшись мяча в самый последний момент. И даже на повторе неясно, кто же последним коснулся мяча. Но, возможно, в этом и был гениальный план. Хотя оба игрока сами не сдерживали улыбку от произошедшего. Интересный эпизод случился в матче между Ромой и Сампдорией. К 57-й минуте счет был ничейным 0-0. И тогда Жозе Мауринью решил внести изменения в игру. Телеоператоры зафиксировали, как Жозе дает указание Ола Сальбакину, который вот-вот должен появиться на поле после атаки Ромы. Далее Мауринью поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит на поле, и видит, как его подопечные наконец-то забивают гол в ворота Сампдории. Жозе будто на пару секунд впал в ступор, а затем сказал Сальбакину, что тот не появится на поле. Ну а футболисту только и оставалось, что обратно переодеваться в тренировочную экипировку. А это забавный аут от футболистов мадридского Реала. В матче против Альмерии Фабио Каентрао и Хамес Родригес получили по мячу, после чего синхронно выполнили вброс из-за боковой линии. Непонятно, как колумбиец не увидел португальца, но их одновременный бросок выглядит комично. А учитывая их великолепную синхронность, оба не потерялись бы, например, в синхронном плавании. А эти футболисты попадали, словно кегли в боулинге. Соперник сделал всего лишь ложный финт, а наши герои одновременно приземлились на пятой точке, дабы блокировать удар, но в итоге нападающий обманул их всех. Шикарный кадр. Александр Исак и Лукаш Фабианский стоят практически в одинаковой позе и смотрят в одну точку. Фото действительно получилось великолепным, но предыстория довольно забавна. Исак побежал в сторону ворот Вестхэма, а Фабианский совершил глупую ошибку и подарил мяч шведскому нападающему, тому лишь оставалось забить в пустые ворота, с чем Исак справился. И пока мяч непринужденно летел в пустые ворота, мы и получили то самое фото. Исак и Фабианский, одновременно положив руки на пояс, стали наблюдать за тем, как мяч мчится в пустые ворота Вестхэма. Согласитесь, без предыстории кажется, будто они заметили нечто удивительное на трибунах, что их так сильно заворожило. Найречайший эпизод с участием японца – таки Фусакуба. Игрок получил пас на фланге, сместился в центр и пробил низом в дальний угол. Кажется, ничего необычного. Но вы только обратите внимание на то, что мяч пролетел между ног сразу у четверых соперников. Это не только пример идеального тайминга, но и один из самых редких эпизодов за всю историю футбола. Кстати, забитый мяч так и окрестили – четырехочковый гол. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фото-вопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый видео-вопрос. Вы видите четверых футболистов. Но, как вы можете заметить, не все так просто. А поэтому вам необходимо постараться узнать в них популярных футболистов и написать их имена в комментариях. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok